Дон река жизни. Неделя на Дону расскажет, как живем, в каком русле движемся. В студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте. К пуску готов. В Красном Сулине тестируется новый завод по производству изоляционной каменной ваты. У нас есть планы развивать производственное строительство. Вот эта продукция, она сегодня соответствует высшему уровню качества. Разноцветный и одинаково качественный. Знак, сделанный на Дону, получил кирпич Маркинского завода. До кирпича облицовочной, до керамической плитки, конечно, это прежде всего самое высококачественное. Кровная сестра Маруся в ростовской ветклинике появилась первая на Дону кошка-донор. Здесь у Маруси рабочее место. Она здесь встречает наших посетителей, клиентов. Коммунальные услуги в стране подорожают с 1 июля. На Дону тарифы в среднем вырастут на 6,3%. Это самый низкий рост за последние 4 года. Статистику сегодня привел замглавы администрации Ростова по ЖКХ. Отопление подорожает на те же 6,3%. Практически 500 миллионов рублей на первое полугодие выделено субъектам Федерации и органам местного совправления на то, чтобы помочь нашему населению оплатить потребленное тепло. Горячая вода подорожает не сильно. Всего на полтора процента. За куб холодной придется платить почти на 2 рубля больше. Оплата за газ вырастет на 2%. На 10 копеек подорожает киловатт-час. Заметим, что тариф на электроэнергию не меняется с 2014 года. Говорили сегодня и о том, что в центре Ростова месяц нет горячей воды. Действительно 32 дома отключенных, но тем не менее, сегодня мы планируем ввести, подключить по ГВС 15 жилых домов и завтра планируем оставшиеся. Устранить все порывы и восстановить дорожное покрытие в центре Ростова обещают до Дня России. На финальную стадию вышел еще один проект из губернаторской сотни. Компания Технониколь завершает строительство завода по производству каменной ваты в Красносулинском индустриальном парке. Идут последние приготовления к запуску, тестируется оборудование. Во время рабочей поездки в Красносулин на этой неделе на заводе побывал Василий Голубев. На отладку всех производственных процессов уйдет месяц. И уже в июле на Дону заработает крупнейший на юге страны завод современных стройматериалов. Каменная вата используется для теплоизоляции крыш и фасадов и частниками и в промышленных масштабах. Для нас выпуск продукции, которая идет на строительство любых объектов, представляет особый интерес. Учитывая, что область развивается, у нас есть планы не сокращать жилищное строительство, у нас есть планы развивать производственное строительство. Вот эта продукция, она сегодня соответствует высшему уровню качества. Персонал уже набран. Почти все 176 сотрудников – жители Красного Сулина и шахт. Общий ориентир по средней зарплате на данном предприятии будет примерно составлять 44 тысячи рублей средней зарплаты на руки на человека. Примечательно, что каждое рабочее место на заводе обеспечит занятость еще восьми дончан в смежных сферах. Для упаковки потребуются деревянные поддоны. Новые заказы получат и транспортники. Оценил Василий Голубев и новую детскую площадку. Ее возвели в сжатые сроки после обращения в интерактивную приемную губернатора. Была песочница небольшая, но для деток хочется же больше развлечений каких-то, чтобы они досуг свой проводили на игровой площадке. Сейчас здесь качели, карусели, турник. Мамы с детьми приходят из соседних дворов. Главное, чтобы там были дети, чтобы они улыбались. Ну а взрослые должны сберечь эту площадку и, может быть, создать условия, чтобы она была еще более комфортной и всегда так же выглядела и через год, и через два, и через пять. Мария Индрикова, Станислав Поменко. На Дону. Соберетесь строить дом? Ищите разноцветные кирпичи с надписью «Сделано на Дону». Маркинский кирпичный завод в Октябрьском районе стал 22-м предприятием с таким знаком качества. Главный стройматериал здесь делают из экологически чистого сырья и собственного карьера. Особенность продукции Маркинского завода – редкий цвет кирпича. Его определяют редкие светлые сорта глины. Таких больше нигде в России практически нет. Это один из немногих заводов, которые не используют никаких красителей. Здесь изготавливают кирпич пяти цветов. Светло-бежевый, соломенный, капучино, британия и стандартный красный. Самыми востребованными считаются светло-бежевый и соломенный. Путь кирпича начинается со склада сырья. Дальше огромная мясорубка формирует из глины длинный пласт. Размер назначают спицы на раме. Обычный и полуторный. Красный кирпич, например, такой вроде бы стандартный для всех цвет. У нас был план даже, скажем так, вывести его из ассортимента и продавать все-таки более такие эксклюзивные варианты. Но пока спрос есть, поэтому красный кирпич мы тоже производим. Затем кирпич проходит сушку, складку и обжиг. Качественным его делают природные материалы, современное зарубежное оборудование и, конечно, ценный персонал. Большинство наших сотрудников – это опытные люди, специалисты, которые прошли хорошую школу производственную на базе предприятия «Шахтинская керамика». Персонал и гости называют завод операционный. Такая здесь уникальная чистота. Начиная от сырья, от непосредственно тугоплаких глин до конечного результата и до кирпича облицовочной, до керамической плитки, конечно, это прежде всего самое высокое качество. Маркинский завод – самое мощное производство облицовочного керамического кирпича в ЮФО. В этом году он стал известен и в Крыму, а в планах покорить северные регионы и в первую очередь Москву. Евгения Слинкина, Тайгир Фатахов, «Надану». Партийная жизнь «Надану». Лидер партии «Родина» прибыл сегодня на Дон. Депутат Госдумы Алексей Журавлев принял участие в заседании комиссии по миграционным вопросам Совета по президенте России по теме адаптации и интеграции мигрантов из Украины. И дал пресс-конференцию. Этот визит – старт избирательной кампании. О том, кого «Родина» будет продвигать в Госдуму, Алексей Журавлев рассказал журналистам. Мы берем как раз людей, которые будут вести то или иное направление. Ну, например, там Михаил Хазин, известный экономист, известные спортсмены, такие как Бадюк, Сергей, который тоже многое делает для спорта. У нас есть известные аналитики, типа Михаила Ремезова. «Родина» идет на выборы с рядом патриотических инициатив. Партия предлагает стратегию новой индустриализации, возвращение подлинного финансового суверенитета. Центробанком должно управлять государство, контроль курсов валют и биржевых спекулянтов. На Дону партия будет добиваться решения проблем водоснабжения шахтерских территорий и создания рабочих мест. Нужно экономить утечки, то есть деньги есть в самом тарифе. То есть это не рациональное использование существующих. Не надо больше тариф поднимать. Нужно просто грамотно и эффективно использовать. Из Ростова Алексей Журавлев отправился в Луганскую народную республику на открытие спортивной площадки для жителей Алчевска. Коротко новости, о которых говорили на этой неделе. Истребитель Су-27 русских «Витязей» разбился в Подмосковье. Пилот – уроженец «Зерноградом» Сергей Еременко. Уводя падающий самолет от поселка, катапулятироваться не успел и погиб. Пять ростовских старшеклассников увезли по скорой во время сдачи ЕГЭ с жалобами на сильную головную боль. Медики объяснили это нервным напряжением. Не мудрено металлоискатели, видеокамеры и пересдача только в следующем году. В Новочеркасске ливень смыл автомобиль. Девушка припарковала его у обочины, нашла на середине проезжей части. А в Волгодонске снова поймали пиранью. Хищная рыба попалась на удочку в заливе Цемлянского водохранилища. Это уже третий случай за последние три года. Пираньи очень хорошо адаптируются. Этих рыб, естественной средой обитания которых является Южная Америка, уже вылавливали в Батайске, в Могилевской области Белоруссии, а также в Вислии на территории Польши. Ростовский мусс театр снова удостоен гранта президента России. На премии его сотрудникам пойдут 111 миллионов рублей. А сотрудников, кстати, 425 человек. Это самый большой коллектив в регионе. И я решил, что сочините это, гангстероп, и спою тебе. Про Ростов в столице говорят, будто младенцы едва начинают говорить сразу речитативом. Впрочем, доля правды здесь есть. Славна рэперами ростовская земля. За славу в Москву после каста и баста отправился 10-летний ростовский рэпер Витек Трубачев. Был на Первом канале. Прославился Витек в интернете. Мечтает стать знаменитым и победить в программе «Голос. Дети». Потоп в Батайске. Сотня дворов утонула из-за забитых дренажных каналов. В МЧС они говорят, ребята, ну что мы вам поможем? Вас эвакуировать. Да куда эвакуировать нас? Ну куда? А животных куда? Сосновый пилильщик нейтрализован. Вредители хвойных лесов убили дожди, а уцелевших – химикаты. Она делает надпилы такие вот здесь на хвойнинках. И отложит туда яйца. И они там зимуют. Сразил жюри уткой. 18-летний парень из Чалтеря стал лучшим поваром России. К мясу добавлять имбирь, мед и глазировать. Потом добавляя различный алкоголь. Первая кошка-донор появилась на Данум. Собаки у нас сдают кровь несколько лет. А кошкам такую процедуру делать не решались. Они переносят ее хуже. И вес для этого нужен большой. Но вот в ветклинику привезли оборудование для точного определения группы крови. И взяли в штат первую спасительницу. Маруся живет в клинике три года. Принесли беременную на время. Но не забрали. Говорят, некуда. Так и пережилась. Теперь она помощник администратора. Здесь у Маруси рабочее место. Она здесь встречает наших посетителей, клиентов. Очень многие приходят, ее гладят сразу. Ее уже знают многие. Донорами могут стать кошки от полутора до девяти лет. Весом не меньше четырех килограммов. Здоровые и привитые. Кровь берется не чаще раза в три месяца. Берется 15-20% от объема циркулирующей крови. То есть этого достаточно, чтобы помочь рецеплиенту нашему и безопасно донору для потери такого объема. Обычное вознаграждение от хозяина спасенного животного – любимое лакомство. Ведь после сдачи крови донора надо хорошо покормить. У кошек три группы крови – А, Б и А, Б. Первый можно перелить всем, а у Маруси как раз такая. Подходит ли материал – проверяют методом глютинации. На стекле смешивают кровь донора и пациента и смотрят реакцию. Это склеивание ретроцитов. Производятся такие комочки. То есть если произошла глютинация, в принципе, можно группу крови уже не проверять. А глютинация произошла, уже кровь не подходит. Кошачья кровь хранится около месяца. Переливание требуется в тяжелых случаях. Машина наехала или упала с высоты. Ведь клиники начали собирать банк данных крови. Для начала ищут владельцев, готовых в любое время суток приехать со своей кошкой или собакой в качестве донора. Олеся Снынко и Юрий Бабенко – на Дону. Ливни. О них чаще всего говорили на этой неделе. Они топят Европу, Россию. Дошла очередь до Батайском. Особенно пострадал частный сектор. Затопило сотню дворов. Такого в Батайске не было 20 лет. Для улицы Кубанской вода во дворах после ливней не в новинку. Но чтобы по колено неделю стояла, это переходит всякие границы. В МЧС они говорят, ребята, ну что мы вам поможем? Вас эвакуировать? Да куда эвакуировать нас? Ну куда? А животных куда? Нет сливных ям, то есть дренажа. И вода скапливается. То есть погиб урожай. Уже вода может и в дом войти. И вошла. У Анны Лебедь помимо двора затоплено жилье. Ущерб имущества еще предстоит посчитать. Из-за сырости в домах завелись паразиты. Детюшка бегает по комнатам. У нее получается вот ручки покусаны, ножки, колготки. Я не буду снимать, потому что мокро все. Вот смотрите, смотрите, поползла. Вот блоха, блоха, блоха. Да, вон она побежала, побежала. Вот так вот у нас лазят блохи, подумаю. Старые дренажные каналы давно засорились или вовсе разрушились. А новые копать никто не торопится. У нас здесь была канала, в которой вода вся уходила вот дальше, дальше и дальше. Теперь понастроили эти дома. Все закрыли, все забетонировали, все засыпали, все. Теперь вода никуда не уходит. В МЧС проблему видят глубже. Весь Батайск страдает, а не только улица Кубанская. В результате обильных осадков в городе Батайске поднялся уровень грунтовых вод. Произошло затопление порядка 100 частных домовладений. Уровень воды поднялся и стекает со всего города Батайска, с центра и поселка, микрорайон РДВС, стекает дренажный канал, который не справляется с большим объемом воды. Замглавы Батайской администрации отчитываются. Работы ведутся. В первую очередь был создан оперативный штаб, определены должностные лица, ответственные за выполнение мероприятий. Открыта горячая линия в администрации города Батайска. Заявки, поступающие от населения, отрабатывались поадресно. По факту, воду успевают откачивать только там, где она зашла в дома. Из дворов она начала уходить сама, но расслабляться рано. Впереди дождливые выходные. Дмитрий Никулин, Юрий Санкин. На Дону. Опасный враг хвойных деревьев – рыжий сосновый пилильщик. Донским лесам больше не угрожает. Часть вредителей погибли от дождей, другие в конце мая впали в спячку. А возможные места массового скопления обработаны химикатами с воздуха. Она делает надпилы такие вот здесь на хвоинках и отложит туда яйца. И они там зимуют. А с этих яиц потом весной, начало мая, ну в наших условиях, в начале мая вылазят эти гусеницы. Молодые гусеницы наедаются хвоей до отвала. В прямом смысле слова. Падают на перину из травы мха, где зимуют в коконах. А весной на свет появляется рыжий сосновый пилильщик. Но в этом году деревья от него спасли прохлада и дожди. Чем больше он съедает хвои, тем меньше питательных веществ поступает в растения. И оно ослабевает. И в этот момент на него могут напасть старичные вредители. И погубить дерево. Вторичные вредители – это различные виды короедов. Когда пилильщиков немного, они не опасны. Жуют в основном прошлогоднюю хвою, не трогая молодые побеги. Сосны здесь, в Тарасовском лесхозе, эти вредители объели примерно на 10%, что считается несущественным. Бить тревогу надо, если повреждено каждое второе дерево. Тогда для борьбы с вредителями применяют химикаты. Очаг насекомых лесопатологи зафиксировали на территории Узданецкого лесничества. В конце апреля этого года проведена авиационная обработка лесов Узданецкого лесничества от рыжего соснового пилильщика. Хочу отметить, что эффективность проведенных мероприятий составила порядка 96%. Осенью лесопатологи проведут новые исследования. Вскроют оставшиеся в земле коконы, установят возможное количество пилильщиков и предложат меры недопущения их массового нашествия и гибели деревьев. Ася Скрынникова, Тагир Фатахов, Надону. Как растет колос и как решать дождевые проблемы? Эти и другие вопросы прямо в поле обсуждали хлеборобы. На землях колхоза 50 лет октября замостили дороги, зеленые улицы, устроили город, полевой. Ведущая передачи «Станицы на Дону» Татьяна Бочарова объяснит, что это такое. Раз, два, три. Так надо 10 раз взмахнуть и посмотреть. В сачке только пыльца растений, а могло быть и хуже. Полевых вредителей бывает множество. Из того, что на других полях можно было бы поймать, сейчас это ямага клопа черепашки. Позже точно так же оцениваю численность личинки клопа черепашки. Можно поймать пилильщика. Нет на опытных деленках и другой напасти этого года – бактерии и гнилии, которые в тепле и влаге поражают корни растений. Поляне только для показа. Они приносят реальный урожай местному хозяйству. Агроном знает в деле толк. Дает характеристику каждому сорту. Тоже один из интенсивных северодонецких сортов. Вот здесь они конкурируют с краснодарцами. Когда уберем, посмотрим. Но будем так говорить, в прошлом году в более благоприятных условиях золушка краснодарцам проиграла. А на поле, на котором выпало 4 мм осадков в мае, золушка всех выиграла. Такое сортовое разнообразие определяется структурой хозяйства, многие годы работающего на производство семян. Добротный посевной материал расходится по всей области. Мы имеем партнерство, общение со своими партнерами, которые потом покупают у нас семена. Ну а новые технологии – это добавок в Никлиновском, Матве-Курганском районе, Мясниковском. Но это самое главное – увеличение результативности урожайности в Ростовской области. Лаборатория урожая под открытым небом. Такими стали дни поля. Сегодня перешедшие в статус полевого города. В этом году к основным учредителям мероприятия добавились поставщики удобрений и мощности скохозяйственной техники, которая под дождем демонстрировала свой широкий захват. Встреча аграриев завершилась неформальным общением. Полевой город по осени вернется на эти поля, чтобы подсчитать урожай. Лучший на Дону. 18-летний парень из Чалтеря стал лучшим поваром страны. Сергей Хархрян выиграл Всероссийский чемпионат рабочих специальностей, хотя был самым молодым участником. В финале удивил жюри двумя блюдами – из утки и рыбной кулебякой. Кухня начинается с чистых рук и наглаженного фартука. Для нас Сергей готовит итальянскую пасту. Измельчая лук, подсказывает, чтобы не лить слезы, нужно смочить нож водой. Обжариваем ингредиенты на растительном и сливочном масле, добавляем сливки. На сковороде смесь приятно побулькивает, а потом тает во рту. Доварить макароны до состояния аль денте, то есть полусырое, внутри с белой точечкой. И макароны обязательно должны быть из твердых сортов пшеницы. Это дает более приятный вкус и насыщенность. Увлечение кухни началось лет в 10. Пока мальчишки играли в войнушку, Сережа помогал бабушке лепить вареники. Разбирался в консистенции песочного теста. И в 12 лет испек медовый торт с имбирем и лаймом. Первые дегустаторы – родители. Он бежал домой, вот я вспомнил, вот это мне надо, давайте я попробую вот так сделать. Мы пробуем, действительно, такой очень оригинальный все время вкус. Почему-то был вот, ну, не как всегда. Поначалу, конечно, спрашивал, все консультировался, как лучше сделать, что первее пожарить. А теперь я уже у него советуюсь, я у него спрашиваю. Фишка Сергея – эксперименты. Рецепты меняет по-своему, сочетает несочетаемое, открывая новые вкусы. Этому научился на стажировке в итальянском и французском ресторанах. К мясу добавлять имбирь, мед и глазировать, потом, добавляя различный алкоголь, поджигать, придавая тем самым нотку алкогольного вкуса, который еще придает нежность мясу. Теперь мастер готовится сразить конкурентов в составе сборной России. Европейский тур пройдет в конце года в Германии. Всемирный в Эмиратах в 2017-м. Ну, а мечта лучшего повара страны – стать шефом собственного ресторана – европейско-армянской кухни. Ксения Николаева, Сергей Вишняков. На Дону. Спорт на Дону. Мой коллега Роман Саганов подготовил еженедельный отчет. Физкульт-привет. Главный возмутитель спокойствия на этой неделе – гонбольный клуб «Ростов-Дон». В следующем сезоне команде не помогут крайние Оксана Киселева и Елена Авдекова, вратарь Марина Складчикова, полусредние Екатерина Давыденко и Анна Пунько, а также старожилы клуба – Марина Судакова и Галина Мехдеева. Теперь уже экс-вратарь «Ростов-Дона» Габисова-Мехдеева стала гостем программы «Спорт на Дону». Он больше во мне не видит. Человека, который может помочь команде. И не видит дальнейших перспектив моих. Это его право. Он тренер, он принимает решения. Один из лучших райдеров России Алексей Колесников провел в Донской столице мототерапию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все желающие смогли прокатиться на мотобайке и почувствовать себя настоящим райдером. Здесь именно я делаю это с огромной душой. И я могу сказать, что даже когда ты стоишь с самым громцяным, наполнением, вот ощущение вот здесь, когда ты видишь улыбки на лицах этих ребят, детей, которые восторгаются, и ты видишь, что они искренне. В июле мототерапевты порадуют жителей Москвы и Московской области. Мотофристайл-шоу пройдет на фестивале Moscow City Games. А на сегодня у меня все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Новость недели для любителей футбола. FIFA открыла продажу билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Пока доступны только VIP-билеты, цена которых начинается от 4 тысяч долларов. В стоимость билета включены билет на матч, еда, напитки, подарок и парковка для тех, кто приедет на автомобиль. Но можно и на речном такси причалить, необычном, из полиэтилена. Большинство людей полиэтилен себе представляют именно так, как этот пакетик. Что значит катер выполнен из полиэтилена, надежный летоматериал? Секрет непотопляемых речных такси раскроем в передаче «Даешь Мундиаль» сегодня в 20.45 и 23.45. У него в кармане гвоздь. У него в кармане гвоздь. У него в кармане гвоздь. У него сегодня гость. У него сегодня гость. У него сегодня гость. Здравствуйте, миллионы телезрителей. Программа Сергея Синёка. А что у вас? А у нас год кино. И поэтому гвоздь программы сегодня... Нет. Поэтому гвоздь программы сегодня Александр Михайлович Шолохов. Директор Государственного музея-заповедника Михаила Александровича Шолохова. Здравствуйте. Здравствуйте. Братья Люмьер построили кинотеатр в Париже в 1896 году, в 95-м. В Риге он появился в 96-м. В Ростове в 90-м, в 90-м, в 903-м. А в 913-м был построен второй в области войск Томского кинематограф, или как это называлось, синематограф, под названием «Идеал», который находился в хуторе Каргине. Теперь это станица Каргинская, Боковского района. Пятница. Сегодня можно. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. Приятных выходных. Кажется, погода перепутала времена года. Самый распространенный комментарий пользователей соцсетей на этой неделе. Прохладно, дожди, который день, и совсем не безобидные. Выходные пройдут спокойнее. Здравствуйте. Сейчас расскажу подробнее. Во вторник утром ливень застал врасплох спешащих на работу. На рынках появились собственные водопады, а в одном из ростовских гипермаркетов приходилось перепрыгивать через лужи, чтобы добыть еду с полок. За дождем сразу град. Это какой-то конец света, похоже, что зима вернулась. С такими названиями публиковали ростовчане фотографии. Выходные встретят нас более дружелюбно, но летнюю жару можно не ждать. Во всей области пройдут кратковременные дожди. День России придется отмечать под зонтом. В Вешенской до 22, во Близкой до 24 градусов тепла. В Чертково столбики термометров поднимутся максимум до 21. Плюс 23 градуса покажут градусники жителей Белой Калитвы и Шахт. В Сальске и Волгодонске до 25. Будет малооблачно в Таганроге и температура не выше 23 градусов. Ростовчан ждут дожди и в субботу, и в воскресенье. Зато в понедельник, напоминаю, это выходной день, распогодится. Столбики термометров покажут 27 градусов тепла в тени. Ветер до 4 метров в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. А теперь погода в легкой промышленности Ростовской области. По сведениям Ростовстата, за первые 4 месяца 2016-го, по сравнению с прошлым годом, донские текстильщики и швейники увеличили выпуск продукции на 11%. А у производства кожи изделий из нее и обуви плюс 17. Донская промышленность легко может одеть регион в брюки и шорты. Их с начала года выпущено более 2 миллионов штук. И обуть на готове 540 тысяч пар. Новые платья и сарафаны могут при желании одеться 307 тысяч человек. На этом у меня все. Статистические данные предоставлены Ростовстадом. Я вам желаю безоблачных выходных. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином Манго.